Друзья, если честно, я даже просто не могу подобрать те слова, с которых я бы хотел начать эту серию. Потому что то, что будет происходить в этом OpenCase, не было никогда. Никогда в жизни я не тратил 80 тысяч рублей на открытие кейсов. И, друзья, я просто очень-очень-очень сильно рассчитываю, что вы поддержите эту серию лайков. Вы набрали на предыдущие 40 тысяч лайков, я сдерживаю свое обещание. И сегодня, вот теперь уже можно переходить к фирменному приветствию. Как говорится, здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на просто огненную битву кейсов. И, конечно же, мой оппонент, напарник, как угодно можно называть, Ярик Жужунчик. Да, здрасте-здрасте, пиздец полный. Вообще, можно было просто, в принципе, даже просто сказать пиздец полный и начать открывать, потому что у нас нет других каких-то слов, как это описать. То есть мы сегодня открываем первый оружейный кейс, первого тиража, в котором нас, конечно, интересует поверхностная закалка. Прежде всего, статтрековская, да? С этим еще флотом 661, это полностью Blue Jam голубая. Ты сейчас на какой язык переключился? Ну, кто понимает, тот поймет. А, ну, короче, типа ты имеешь что-то по закалке, который самый пиздатый. Да, полностью голубая. Удар молний, кстати, он сколько стоит? Не подскажешь, пожалуйста. 25. 25. То есть, в принципе, даже удачнее было бы выловить закалку какую-нибудь супер закаленную, да? А ножи тут как бы тоже стоят чего-то? Я посмотрел все. Короче, там, во-первых, самый старый, ну это логично. Есть как бы, как самые, допустим, там, дорогие, как-нибудь, там, знаешь, этот, кровавая паутина, такой-нибудь М9, знаешь, там, ну нормально может стоить. Так и есть, типа, этот, с крюком. И они могут стоить, там, тысяч 10 максимум. Так что, как повезут. Давай, подожди, давай вообще сначала по кейсин пройдемся, что вообще стоит. Для начала, чтобы понимали, бюджетили, как бы. Да. Потому что, ну, честно, мне этот кейс нравится больше, чем Браво, потому что Браво, типа, ну, сами пушки, не считая, этого, огненного змея, они стоят дешевле. Значит, смотри, сам кейс 104 тысяч, да? Ну, скажем, да, примерно. Даже чуть больше. Да. Любая синяка стоит косарь. Любая фиолетовая, любая фиолетовая 104 тысяч, это окупает полностью кейс. То есть, если, типа, а-а-а, вот нифига. А ты робко драконам даже пять стоит почти, по-моему. Так. Диггл гипноз не очень, 7 тысяч, а закалки там индивидуально все. Вот, и удар молнии, соответственно, 25. Друзья, мне кажется, так напряженно еще никогда не было, потому что, ну, это реально самый дорогой. То есть, вот, как бы, 10 у меня, 10 на экране у Ярика. Естественно, у нас будет также битва, кто на большую сумму выловит. Но самое главное, я хочу пожелать удачи тебе и, как бы, и себе, потому что, ну, как бы, хотелось бы хотя бы что-то, понимаешь? Вот, ну, иначе это просто полный пиздец. Просто хотя бы кому-то. Чего еще интересно очень? Чего? Я сегодня когда покупал, посмотрел, сколько он стоил, когда он только вышел. Как думаешь, сколько он стоил? Как только? А каком это году было? 16, 15, 15? Не знаю, честно. Ну, наверное, 5 рублей. Короче, он стоил 3-4 рубля. Понимаешь, что это x1000. А ты прикинь, кто-то вот тогда играл в кс, или, наоборот, открывал эти кейсы. Надо просто... Не в биткоин вкладываться. Да-да-да, просто можно было либо скупить эти кейсы, которые сейчас стоят по 4 тысячи, либо пооткрывать, оставить просто все эти пушки и просто, как бы, блядь, стонгс на ровном месте. Если честно, мне реально немножко меня мутит, потому что я понимаю, что сейчас пройдет, вот, понимаешь, буквально 5 минут. Я думаю, что здесь надо уже приступать, а то как-то даже неудобно. Друзья, я не буду просить там какое-то количество, все на ваше усмотрение. Я надеюсь, что это просто цифра будет больше, чем предыдущая. 41 тысяча лайков, да, по-моему, там? Да, по-моему, что-то 2 даже. Ну вот я вчера, да, смотрел, может, я просто уточнить хотел, ты сегодня еще глянул. Ну, в 40 я увидел, что, как бы, все преодолели, это главное условие, и мы, вот, как бы, я сдерживаю слово, мы сегодня открываем. Все, давай, я желаю нам удачи, ты готов? Слушай, как неожиданно, типа, ну, не привычу, что мало предметов очень. Так вообще, да. Просто в одну линеечку, так. А сколько больше сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И десятый нож. Ой. Пожалуйста, пусть ебанет. Все, три, два, один, первый пошел. А, ты еще не готов? Я закрываю. С четыре. Просто, пожалуйста. А, удар Моу не пролетел, е-мое, там кетки четыре. О, статаре к ультрафиолет, кстати. А, у меня крылья. Я, кстати, не помню, сколько стоится трековский синий пушки, но... У меня крылья. А, слушай, знаешь, что, сейчас я на секундочку стопну запись, потому что у меня там какие-то серии почему-то с подлагиванием записали. Я не хочу, чтобы это было тоже, сейчас я проверю. Одну секунду. Так, ну все, отлично. Значит, я предлагаю какую-то тактику. Давай, третий кейс. Третий кейс. И третий с конца ключ. И третий с конца. И отсчет от тебя. Раз, два, три. От тебя от чего? Ой, блядь, страшно, очень страшно. Давай, делай красиво просто. Пять, четыре, три, два, один. Может, отвернуться или... Нет, потом он вдвоем. Опять удар Моу не пролетел. У меня этот пролетел, как его... О, блядь, две закалки пролетело. Блядь. Черепа. Ультрафиолет. Но у тебя уже статтрек есть синяя хотя бы. У меня, не за трек я их сделаю. Такое. Кстати, крылья прямо с завода. Хотя, я думаю, что это особо ни на что не влияет. Ну, ладно. Я после поливык. Фух. Так, последний кейс. Первый ключ. Так, последний кейс. Первый ключ. Так, тихо, пошли. Давай. Я отвернусь. Я нахуй не хочу на это смотреть. Три, два, один, поехали. Ты тоже отвернулся? Я тоже отвернулся, да. Такой дождик хороший, кстати, за окном идет. А я смотрю на штору, поэтому, как бы, я не знаю, там, дождь или не дождь. Там, наверное, какой-то удар молнии. Ну, кстати, что-то неплохо. О, у меня по звуку что-то нормально прям. На счет три повернемся? Дожди. Или что? Мне кажется, не фиолка по звуку почему-то. Я не знаю почему. Ну, ты готов поворачиваться? Давай, раз, два, три. А, нет, фиолка, темная вода. М4А1С. А, типа, ты спокойно на это реагируешь? Ну, это окуп кейса. Ну, и что? Так это заебись, по-моему. Я не знаю, я просто... Я не знаю ни одного кейса, где, типа, реально фиолетовый окупает кейс. Допустим, значит, брать дешевый даже. Такого-нибудь же нигде нет. У меня сердечко. Можно мне, пожалуйста, валерьяночки или что-нибудь такое? У меня, кстати, ультрафиолет этот трек тоже упал, поэтому мы, по идее, сравнили... А, не сравнились. Да. Ну, нет, у тебя фиолетовый, поэтому ты впереди. Плюс четыре. Так, хорошо. Ну, как бы, блядь, я не знаю, я не могу. Давай, считай просто от десяти. Просто считай. От десяти? Блядь, восемьдесят тысяч рублей, сука, восемьдесят тысяч рублей за десять минут, блядь, что вообще, нахуя? А зачем, главное, да? Просто, давай, считай. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Кручу, покручу, покручу. Мне кажется, там все синхрон будут. Кручу, 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 кручу. И вообще, с него просто... О, хорошо пошло, темная вода. Подождай, у тебя тоже темная вода упала? Да. У тебя юсп или эмка? Юсп. У меня эмка. Ну, не знаю, как он стоит. После полевых. Крылья прямо за воду у меня. После полевых у меня этот, юсп, у тебя эмка. У меня тоже. Фух, так. Сейчас вообще ровно получается. Да, 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 вот теперь должно ебануть. Я надеюсь, что это произойдет, потому что я уже готов, а ты? Я так готов. Три, два, один, поехали нахуй. Все, поверишься на закалку прямо сейчас. Мне кажется, на самом деле, вот нож будет сегодня. Причем будет нормальненько. Прям вообще прям нормально-нормально, не дешман. Вот не знаю почему. Еще один юсп. А у Крылья? Еще один. Два кейса купилась, если можно так... Два кейса купилась, да. А, три получается, если еще твое считать. Да. Да. Но на самом деле, ничего веселого, потому что я сейчас опять смотрю на поверхностную закалку, раскручиваю ее и просто хочу что-нибудь, блядь. Вот, чтобы прямо... Я тоже посмотрю, подожди пока, сейчас. Фух, блядь, я даже не знаю, какими можно способами еще здесь пробовать что-то. Я просто предлагаю уже считать, потому что мы как бы, ну, уже тут просто уже несерьезно. Надо что-то вытаскивать. Давай. Три, два, один. Все. Я смотрю, я просто... О, вот так я сяду, ну-ка. Я вроде как вижу, но не вижу. Я смотрю. А я смотрю, опять Аук, да е-мое. Опять Аук, да е-мое. А, статтрековский, кстати. Аук? Да. Прямо с завода. Ну, может, все-таки. А не только прямо с завода, походу, а три прямо с завода. А, ну, может быть. Подожди, у меня получается два фиолетовых и два статтрека. У меня одно фиолетовое и один статтрек. Хм-хм-хм. Вот такой камбэк пошел. Так, ладно, остается четыре. Так, кстати, по-моему... Точнее, а три или четыре серии подряд выигрывают у тебя. Получается. А вот, кстати, ты меня много выиграл, да. Слышишь, моя очередь пришла, по-моему. Три точно, я не помню, четыре было или нет. Ну, сегодня, наверное, посмотрим. Ладно, четыре кейса, давай. Давай, и прям от четырех считаем. Четыре, три, два, один. И сейчас вот, пожалуйста, просто вот даже нож, блядь, паршивый. Я не знаю, что-то уже, что произошло. Не надо, лучше ударов у меня, чем нож паршивый. Бля, вообще синька. У меня черепа. Бля, там очень много синьки, на самом деле. Четыре подряд. Учитывая, что как бы дропа мало, но все равно синьки очень много крутится. То есть ее всего три получается, а ее до хуйня. Там шанс одинаковый, там не зависит просто. Ну, это понятно, да, но все равно хочется как-то это, блядь. Ну, давай, считай, я не знаю, там, от один-три. Три, да, получается, последний. Да, я может от трех. Срединьки. Считай. Один, два, три. Блядь, ну, у них же ничего не будет, ну, не может такого быть. Ну, не может такого быть. Блядь. О, эмка, эмка. Крылья. Это мы теперь, подожди, сравнялись? Нет, у тебя саттрек еще один. У меня есть саттрек. Нормальная битва. А прикинь, не реально, если в одну прям вообще ровно прям будет. Вообще-то как бы дроп так-то херня, по факту, да? Ну, а сколько получается так чисто, ну, вот, тысяч на 20, наверное, да, мы выбьем? Ну, да, все равно будет больше, чем с Браун, потому что на игру Браун, но мне не нравится, кейс. Ну, потому что он там, типа, ну, такой. Да не знаю, здесь хотя бы стоит что-то. Ну, Брау тоже рискованно. Но только из-за калаша. Ты понимаешь, что предпоследнее? Я понимаю, что два. Давай так же, как предыдущий, то, что мы этот смотрим. Или нет, этот отворачиваемся, а потом смотрим. Давай этот отворачиваемся, считай. Пять, четыре, три, две, одна. Интересно, что там было в прошлый раз, когда мы отворачивались, а сейчас? Потом ты меня опять будешь скрины скидывать на монтаже. Что-то какой-то пиздец был. Так, по звуку... Синька по звуку. Да, походу, да. Крылья. Опять, а у крылья? У меня сколько их? У меня три и пять. А, четыре у меня. Четыре. Пять штучек. Последний. А у крылья? Пиздец, последний, сука. Восемьдесят тысяч. Блядь, просто что, это хуйня. Это просто хуйня. Можно было движение купить. Это пиздец, вообще даже лучше вообще просто. Все. Три, два, один. Блядь, ну я не знаю, я молчу нахуй. Вот реально. Просто с последнего легендаря. У-у-у, что-то херня было. У меня подряд пролетело, по-моему, два калаша и... Стоп, точно, что у тебя сейчас? У меня М-ка пролетела. Синька? Да. Стат-трек. Синька. А! Подожди, в смысле? То есть это надо будет нам учитывать, получается? Смотри, у меня, смотри, у меня получается стат-трек. Синька это аук и ультрафиолет. У меня вот два ультрафиолета. Так, вот, то есть уже разница какая-то есть. Точнее, а качества какие у тебя? Стат-трековских. Ну, крылья прямо с завода, ультрафиолет просто полевых. Ну, у меня поношенный ультрафиолет второй. Скорее всего, больше. Не знаю, это надо будет считать. Друзья, в любом случае, прямо сейчас на вашем экране, как бы, статистика. Я не знаю, как правильно даже это все обозначить. Ну, пиздец, короче. Вот это то, что происходило, подсчет, так скажем. Я недоволен. Я скрывать не буду. У меня немножечко изнутри вскипело, потому что я реально думал, что сегодня ебанет. Ну, типа, ну, просто я по-другому даже не думал. Потому что, ну, сколько мы открывали до этого, нихера не происходило. Мы открыли, браво, блядь. Мы перешли к оружейному первого тиража, и все равно нихуя. Я не знаю, ни тебе, ни мне причем. Да. Знаешь что? Нет, 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 я... Нет, 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 стоп, нет. Я понял, о чем ты подумал. Нет, это я не настолько ебанутый. Нет, я, конечно, ебанашка по жизни, но не настолько. Значит, тут у меня просто есть решающий момент. Кейсик, который мне выпал. Я так чисто сейчас ключик прикуплю и просто так, вниз статистик. Там перчи за сотку падают, все, да. Ну, я купаюсь. А, там еще перчатки, кстати. Так, все, сейчас покупаю, сейчас посмотрим. Подожди, что, перчи за сотку, они могут сотку стоить? Че, есть перчи за лям. А, ну понял. Есть перчатки с полторашку. Я открываю. А, покинь, реально, сейчас ебанет. Было бы вообще... Чистый воп. А, ну, кстати... Фиолетовая? Розовая? Розовая. А че там? Поношенная из Вилины, Юсп. Почему не из первого тиража? Не знаю. Я даже не знаю, сейчас мне обидно стало или что вообще произойдет. Короче, все, блядь. Я не знаю. Вот мне кажется, вот если я просто не увижу какого-то умопомрачительного, блядь, количества лайков под этой серией, вот если вот-вот-вот там, ну, не знаю, не 50 тысяч, то, наверное, ближайшая серия, друзья, по понятным причинам выйдет еще не скоро, потому что нам надо вообще понять, что нам вообще дальше делать. Мы как бы тут это... Нет, ну, 50-точку-то можно оформить, я думаю. Ну, 50-точку можно. У меня были мысли открыть по одному Cobblestone набору, который... Нет, я сразу сказал. Ну, типа, это пиздец. Это, во-первых, по 55 тысяч он стоит сейчас, и... Открываешь кейс, ну, да, 155 тысяч, открываешь кейс, и выпадает тебе просто ширп, который типа 1000, что ли, такой, и типа вообще... Да, я тоже думаю, что... Надеемся на... Это, как сказать, Авинтадор почему-то вместо этого. Даргонавора почему-то, не знаю почему. Авинтадор? В общем, друзья, надо... А, кстати, в комментариях напишите, вот как можно... Можешь солянку сделать, браво, и первый тираж. Но это только если 50 тысяч лайков у меня нет. Ну, это... Это потому что я не... И то я не знаю. Ну, ладно, ну, условно, да, 50 тысяч лайков, если я увижу... Ну, блядь, ну, куда нахуй я разогнался, блин? Было 30. Нихуя же. Да нет, даже не по лайкам, я думаю, что ребята-то смогут набрать, просто нахуя я это вообще... Это же пиздец. Это получается 60 плюс 80, уже 140, и еще, блядь. Ладно, друзья, мы решим, что-нибудь придумаем. В любом случае, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал вступив впервые, не забывайте жевать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Это пиздец вообще полный, я не знаю, блядь. Я не понимаю. Просто полный, блядь. Сколько стоит 100 трек-то синька? Да оно нихуя, блядь, не стоит, я не знаю, тут максимум. Да в пизду, блядь, ну это какой-то бред. Чего? 100 трек синька стоит дешевле, чем не 100 трек. Что? Чего? Я не знаю. Как это так-то? Ну вот, допустим, ультрафиолет стоит 850 рублей, крылья стоит касаль. Немайте. Да это пиздец, блядь. Просто 80 тысяч, блядь. За 10 минут, блядь. Бэм.